сегодня у меня с вами непростая задача мы будем говорить про психопатии мне дали прям очень много времени но я не буду все это время использовать так что не переживайте я думаю что мы больше час точно не задержимся в конце будут подарочки так что но вы можете чувствовать себя свободно выходить заходить кофе ни в коем случае не пропадать а почему вообще я выбрал эту тему я конечно про вас немножко читал я немножко с вами знакомилась и мне показалось что мне удастся свой опыт вам передать вот прям в таком виде как обычно бывает с проектами как это бывает у меня однажды я потеряла очень крупное партнерство она сулила мне хороший продукт это был очень сильный человек с которым у меня получалось это партнерство я потерял это партнерство из-за того что в какой-то момент не смогла работать с его паранойи нашелся человек хитрее меня который смог из этой паранойи сделать сильнейший конфликт из-за чего я сейчас иногда побаиваюсь встречать этого человека в городе не только большой проект полетел с горы но были нарушены связи дружба нескольких семей из-за того что я вовремя не распознала паранойю еще один мой проект дорогостоящий я была создателем идеи нашла инвесторов под меня создали компанию и этот продукт не мог взлететь два года потому что очень сильный программист которого мы взяли руководить этим проектом не мог выпустить в таком виде как ему казалось не идеальным несовершенным и не стали нас в известность он начал переделывать полностью весь продукт который я уже практически продала нескольким компаниям начал переделывать и пересаживать на другое ядро потому что в его картине мира в его эстетике продукт был несовершенен и снова два года работы нескольких дорогостоящих людей мои нервы мои продажи оказались полностью под угрозой из-за определенных особенностей личности этих людей и мы можем много говорить о несовершенных коммуникациях о процессах компании мы можем говорить об организационной структуре вот этого все но всегда есть что-то еще что всегда будет проявляться и здесь нам может помочь немножко знания психологии помимо всех вот этих вот остальных менеджерских и бизнес инструментов которая вас вовремя направит вовремя сделает внимательными и во время даст вот это понимание а так вот что происходит я уверена что каждый из вас вам уже не по 14 лет у каждого из вас уже есть набор вещей которые вы по поводу этого мира знаете и по поводу этих людей думаете вот у меня например такой набор вот это мой личный список вот этих людей я лично остерегаюсь я стараюсь ними не работать я не очень тесно с ними дружу это тот список который я лично сама за свою жизнь на работу вот это мой хороший список мне кажется меньше из вас него попадают чем предыдущие но я знаю лично людей для которых вот это список плохой то есть их просто трясет при видео людей с такими характеристиками почему мы нарабатываем эти списки откуда они появляются я сегодня покажу если вот это наш личный опыт как людей я вам покажу сегодня научные теоретические основы откуда все это появляется почему это как взаимосвязаны почему действительно иногда стоит истригаться коллекционеров и людей которые ведут здоровый образ жизни я искренне говорю стоит остерегаться а почему я об этом буду говорить какой у меня есть опыт если начать с конца точнее самого начала меня действительно психологическое образование медицинская и социальная психология я до сих пор занимаюсь научными исследованиями я до сих пор преподаю в крупнейшем вузе страны своей у меня научная работа по власти а мой диплом по садам азахизма и может быть сегодня я немножко вам что-то про это тоже расскажу потому что это тоже в тему но кроме этого уже больше 14 лет я в собственном бизнесе и в этом бизнесе помимо того что у меня я совладел из компании в которой я постоянно делаю продажи и руковожу проектами и у меня есть клиенты с которыми мне приходится договариваться и с которыми я иногда теряю проекты кроме этого как я уже рассказала я автор айти продукта и там я уже выступала и как руководитель проекта собственного и как руководитель команды программистов дизайнеров и так далее и в этом смысле конечно мне удалось какие-то моменты видеть где мои знания из психологии из академического мира применимы иногда постфакту к сожалению а поэтому вот я сегодня с вами поделюсь такой сосредоточен и сконцентрированной информации когда мы слышим слово психопат в голове естественно масс-медиа рисует американского психопата этот известный фильм этот прекрасный момент и вы помните насколько он был успешным начале фильма насколько нам показывается а властелин мира супер успешный менеджер явно вы общаетесь с такими людьми вы работаете в известной компании у вас среди клиентов среди сотрудников и руководства есть такие люди супер сверхуспешные люди американский психопат действительно сверхуспешный в конце фильма он то ли убивает то ли ему кажется что он убивает несколько людей потому что они его раздражают и в этом смысле это вторая часть психопатии как ее принято понимать она настолько обладает сильнейшей энергией что эта энергия находит выход не только в сверхуспешных проектах сверхуспешной карьере но и в каких-то других темных делах о которых мы потом узнаем из новостей но сегодня я буду говорить обо всех психопатах кроме этого то есть вот это то что у нас в культуре принято считать психопатии даже википедия дает такое определение на самом деле в классическом научном понимании психопатии это совсем другое а риска для наших проектов не меньше мы не будем забрызганы кровью скорее всего но риска не меньше оказывается что такое психопатии на самом деле это устаревшее понятие его уже не политкорректно употреблять как например не политкорректно употреблять слово извращение это у нас могут винить за то что мы такими словами разговариваем поэтому она осталась уже скорее в массовой культуре сейчас принято говорить о расстройствах личности и с каждым новым пересмотром диагностических руководств расстройств личности в этих руководствах становится все меньше и меньше то есть тенденция к тому чтобы убирать из психиатрической практики диагнозы и говорит что это просто наши особенности но человек такой вот тот же самый мой садомазохизм если а в предыдущих редакциях диагностических руководств это прям лечилась то сейчас а тенденция к тому чтобы вовсе убрать любые упоминания и вообще не ставить такие диагнозы не лечить таких людей считать что это их стиль жизни при определенных условиях то же самое происходит с психопатиями но что интересно а по разным психопатиям есть статистика распространенности от половины процента до трех процентов популяции людей а вот последние исследования 2008 года на нескольких странах нескольких этнических таких вот сообществах показала что медианная цифра диагностики психопатий колеблется в районе 10 процент то есть сейчас нас здесь с вами отсчитайте примерно 10 процентов и может так получиться если у нас здесь не смещенная выборка нормальная репрезентативная выборка то у нас здесь нормально 10 сидит психопатов то есть не 10 процентов больше значительно настоящий психопат но все сложнее потому что по-настоящему диагностировать психопатию мы можем до сих пор если у нас соблюдается три обязательных условия первое условие это ее стабильность то есть вот если она началась подростковом возрасте или в детстве проявила себя она больше не меняется от нее невозможно вылечить ее можно только компенсировать слегка изменив поведение то есть она навсегда второе качество это ее тотальность она проявляется во всех сферах жизни человека и семье и в творчестве и в работе и спорте он всегда такой поэтому если мы говорим что но он бешеный на баскетбольной площадке в основном велейший человек то это не психопатия и третье это самое важное качество из-за которого в основном всех этот диагноз ставят очень редко и на самом деле конечно не 10 процентов а намного больше таких людей нарушение адаптации но подразумевает что либо самому человеку плохо от этого либо тем с кем он живет плохо от этого а кто признается то есть мы практически не ходим к врачам у которых белые халаты и диагностические критерии чтобы признаться что нам или нашим близким плохо и с этого момента этот диагноз не ставится но есть школа научная она началась прям видите издалека по немцы и по русских русские развивали идеи немцев и они стали вовсе смотреть уже не на психопатии как на болезни а на особенности характера которые делают нас немного другими которые нас отличают и по которым у нас можно сгруппировать и видеть в нас общие черты и таким образом предсказывать наше поведение ждать угроз так вот я буду сегодня ссылаться на работы всех этих четырех человек но вот первый из них клещер вас может насторожить потому что он действительно сотрудничал с как он не признал партию сс но при этом он жил и работал во время фашистской германии так вот он его концепция о том чтобы в нашей внешности от нашего телосложения наше телосложение во многом предопределяет наш характер и наши возможные психические заболевания то есть это немножечко на грани уже теория сейчас для нашего современного либерального мировосприятия немножко на грани говорить о том что раз человек вот так выглядит значит он предрасположен к чему-то но она до сих пор официально признана поэтому если вас сегодня резонет немножко когда буду говорить про про внешность имейте ввиду что я ссылаюсь на кречмера пока что признанного авторитета пока его не за заблокировали за эти мысли а дальше немножко мягче и вот очень интересно что личко это последний из этого пантеона а специалистов стал говорить уже не о том что у нас личности с акцентами у нас он говорил характеры с акцентами и здесь важно я хочу сказать сегодня я буду говорить про несколько типологий личности у вас будет откликаться вы будете узнавать себя и вы будете узнавать своих родных вы будете точно переглядываться и писать друг другу в твиттере срочно приходи сейчас говорят про нашего общего знакомого но не забывайте что помимо вот этих вот акцентуации характера у людей есть ценности у людей среда воспитания у людей есть привычки которые все это немножечко ровняют поэтому когда вам будет казаться вот список идет точно про меня и вот что-то выпадает не переживайте потому что помимо характера то что составляет вашу личность огромное количество переменных поэтому не волнуйтесь сегодня не про гороскоп не про тотальные 4 5 типов но я уверена что они немножко вам помогут лучше понимать сложности которые происходят коммуникации ваших проектов клиентами и вашими сотрудниками и так вот это наверное сегодня самый важный график больше графиков не будет про что он он говорит что наши характеры акцентуируются и становятся все более патологическими пока не переходит черту черту вот этой нормы патологии то есть по сути это континуум мы можем быть немножечко с чудинкой мы может быть уже совсем на грани патологии и мы можем перейти эту черту когда мы перестаем быть адаптивными помните я говорила третий критерий то есть как только нас самим становится очень плохо жить на свете или людям вокруг нас становится очень плохо жить и они вызывают полицию это психопатия до этого выходим на работу мы любим близких и никто не догадывается что мы уже почти на грани и вот это вот континуум чем он хорош во первых вы будете у себя находить какие-то черты во вторых есть такая интересная вещь как . самое слабое звено а то есть мы можем долго не подозревать в себе определенной акцентуации характера вот эти акценты пока не случится очень стрессовое событие вот оно случается и у человека происходит надлом и все вокруг говорят уже адекватный парень что с ним произошло вот это вот . наименьшего слабое звено она и предопределяет вот эти акцентуации характера которые могут проявиться внезапно а поэтому сегодня я буду говорить и правом и буду говорить уже про вот эти вот явные крайние степени проявления и если честно у всех психопатии которые сегодня буду упоминать есть не только крайние проявления психопатии но и уже большой психиатрии такие нарушения как шизофрения маниакально-депрессивный психоз эпилепсия это уже настоящие большие психические заболевания считается есть идея что да иногда шизоид может никогда не стать шизофреников за всю свою жизнь но есть концепции что иногда из-за очень сильного побеждающего фактора человек может стать ну заболеть большим болезнью из большой психиатрии так что континуум этот можно продолжать дальше после психопатии на сегодня у нас такой план сегодня у нас такие цели и мы движемся первое у нас истероидный психопат это самый красивый этот цветок и самый печальный потому что его никто не любит но этот человек больше всего нуждается вашей любви а это самая грустная история все остальные психопаты будут я про них буду рассказывать большей любовью а что с истероидными психопатами происходит а второе название демонстративные по-другому их еще называют нарциссы это люди которые всю свою жизнь живут на виду всеми своими действиями они пытаются вызвать вашу любовь если они достаточно хорошо адаптированы то делают они это шикарно они настолько приветливы они настолько очаровательны они настолько а сочувствуют вам они слушают каждое ваше слово они изображают эмоцию но как только они видят что что-то меняется в вашем рассказе эмоция сразу меняется они становятся холодными они теряют к вам интерес и в какой-то момент в начале вы их очень любите вам кажется боже мой я наконец-то нашел человека который может выражать ко мне заботу любовь который не ходит как берег вот эти вот молчаливые все еле здороваются наконец-то у меня в окружении появился человек который может чувствовать но в какой-то момент вы начинаете отлавливать что у этого человека слишком нереалистичная история о себе слишком известные знакомства которых вы никогда не видели слишком яркие одежды и он постоянно говорит о себе и вам уже нету места в этой истории у вас уже нету того прекрасного места когда он вас очаровывал в начале это если он адаптивный и в какой-то момент адаптивные истероидный психопат теряет ваше доверие потому что а вы замечаете что все это не всерьез он может вам рассказывать шикарные истории он может вас останавливаться лифты и прям очень много красиво говорить но вы замечаете что вы спешите а ему не важно вы у вас что-то происходит а он хочет договорить о себе и из-за этого вы постепенно его разлюбляете это в хорошем смысле а в плохом случае изначально и стероидные психопаты ведут себя настолько демонстративно привлекая к себе внимание что самого начала как будто бы забирают у нас пространство для жизни и мы уже начинаем с ними конфликтовать потому что ну хватит уже себе но я же тоже здесь есть если у вас откликается постоянно вот это вот да хватит уже себе скорее всего вы тоже стероидные психопаты вы делите территорию из нас раздражают люди которые больше всего на нас похожи какие угрозы от этого человека в проекте угрозы самой главной угрозы ради красного словца он не пожалеет и отца он как советских учебниках написано девушки подростки иногда оговаривают себя с удовольствием рассказывая о своем сексуальном опыте с удовольствием глядя за реакцией собеседника и вот это проявляется во всем люди способны себя говорить люди способны полностью потратить свои свое время свой проект свои свое сотрудничество лишь бы это все на миру смотрелось красиво лишь бы быть страдающим лишь бы быть в центре внимания написать про это очень красивый пост уходя в твиттере или там где-нибудь эпитафию о себе очень красивую получить то есть это люди которые горят и сгорают у вас на виду и из-за этого конечно ваш проект может полностью потеряться потому что а вы в какой-то момент не уловите что уже речь давно не о проекте речь только о нем но у них конечно есть драгоценности они очаровательнее шикарнее приятнее обаятельнее любого другого человека которого вы знаете они способны приковывать к себе внимание они способны вас влюблять в себя они способны влюблять ежедневно и оказывается что часто в продажах в пиар менеджменте в организации праздников введение мероприятий в преподавании чтение лекций введение таких мероприятий как наши это единственные пригодные люди никакой другой психопат не сможет вас увлечь вызвать у вас слезы вызвать у вас смех и потом снова увлечь ни у кого не будет столько энергии на это но есть одна грустная вещь эта энергия у них скоротечна вот сейчас вам с ними хорошо вот эти 20 минут они готовы на яркие подвиги но очень маленькие требующие очень мало времени и мало сил а потом к сожалению у них настолько недостаточно глубины что они не могут вести за собой толпы вы скажете классно было неплохой спикер посмеялись но после этого он не создаст из вас коммуну не поведет вас в секту он не будет настолько сильным лидером вам не захочется скачать его книги вам не захочется подписаться может подпишитесь и отпишитесь то есть они не глубоки и в этом их вечная драма они очень хотят чтобы вы их любили но в них недостаточно глубины чтобы вас за собой увлечь а как мы их определим заранее чтобы мы защитили свой проект я вам напоминаю они точно нам хорошо помогут пиаре и в продажах но как менеджеры проектов как дизайнеры они в любой момент могут сгореть и оставить для нас просто выжженное поле с красивым уходом себя в соцсетях а если это клиент и наш руководитель у нас вот реально все эти маркеры будут повторяться я вам просто буду рассказывать как по-разному на них реагировать а по жизненному пути у нас всегда будет видно в его курикулы бита в его соцсетях у него будут очень яркие взблески вспышки если стажировка то только в нас если ну или среди лебедева если учился то только в каком-то очень известном институте и тренером у него был вот именно тот самый известный это везде будет фонить это везде будет написано а спросите про текущие проекты потому мы же не можем вести с ними собеседование то есть мы можем только догадываться по каким-то косвенным маркером об этих людях посмотрите про текущие проекты насколько громко он там светится насколько везде написано его фамилия насколько он мечется от одного проекта к другому от одной пресс-конференции в другой вот я недавно была на фри в там было небольшое выступление и один человек процитировал трекера сказал что если ты замечаешь что твой собственник стартапа начал после первых инвестиций выступать на сцене быстро заканчивая с ними дела то есть это примерно так звучало то есть это несовместимые компетенции если человек выступает значит он не содержательно значит он в бэк-офисе нет практически ничем не занимается в этот момент в общении они я вам говорила они очаровательны они привлекательны они говорят только о себе а это тоже очень видно они во внешности они очень вычурно одеты у них может быть шляпа у них может быть банк то есть это как бабочка очень ярко которая залетела и прямо сейчас кричит всем свое поведение смотри на меня люби меня не дай бог ты меня разлюбишь а в движениях очень интересно очень классичны у них хорошая пантометика у них хорошее движение они никогда не собьют со стола вещь проходя то есть они никогда не будут неуклюже они очень классичны из одежды у них у них может быть беспорядок на столе у них может быть беспорядок в делах но их личная одежда будет всегда идеально выглядеть это их основное оружие одежда внешность и вот это вот красноречие которым они с вами общаются при этом к еде к спорту все это все их проявления жизни для того чтобы на миру была смерть красна то есть все что они делают делается для того чтобы это было эффектно и чтобы это кто-то видел как мы оценим будущего сотрудника вот он вам пришел на собеседование и вы думаете окей бренд опять привлек бабочек которые снова хотят это вписать свое свое резюме как нам от них защититься чтобы не стать жертвой людей которые просто прилетают на яркий свет бренда который просто потратит ваше время на то что будут максимально быстро махать крылышками а вот эти вопросы это просто ну как маленькая часть странных вопросов в которых человек никогда не знает что правильно нужно отвечать вот мы довольно много работаем с госкомпаниями там холдинге сот их сосны их директора на уровне министров то есть такие знаете очень опытные люди так вот как они проводят собеседование там никогда не бывает вопросов по существу профессиональных компетенций никогда человек с тобой сидит его знаете как плывет он начинает спрашивать где у тебя дача где ты проводишь лето а любишь ли ты ловить рыбу а кто твои родители в какой-то момент спросит это понимаешь что это сейчас был самый важный вопрос все эти беседы потом он опять уйдет на дачу и кажется что вы потратили время но в это время оказывается они наработаны вот это вот чутье наш не наш моей культуре не в моей отрабатывают на этих вопрос так вот что мы по этим вопросам узнаем какие кружки он ходил какими спортами он занимался все это будет связано с тем насколько он хотел делать это ярко насколько он хотел чтобы об этом знали насколько это был самый известный кружок самый топовый на тот момент там вид танца и так далее а вот про диплом очень интересно когда сейчас может быть эпилептоид вы поймете насколько отличаются отношения диплома вообще-то один из самых сильных вопросов на собеседование спросите человека про что было и курсовые про что был диплом я вижу некоторых из вас тревогу вы не помните о чем был ваш диплом для меня это показательно новым там мы больше не увидимся так что не переживайте никому я не расскажу а но реально вот по сравнению с эпилептоидными и стероид диплом он выбернул вы слышали какой меня диплом сколько лет прошло после того как я закончил институт я до сих пор использую название своего диплома чтобы производить впечатление это первое что я сделала когда с вами познакомилась принять и как много он на меня работает забытые личности которых я там цитировала но это до сих пор на меня работают это было очень показательно а поэтому мы смотрим по любым маркером спредить его свою кафешку предложить ему выбрать кофе и в зависимости от того как он будет пытаться произвести впечатление как он будет ткать свой жизненный путь рядом с вами вы будете видеть то ли это бабочка которая прилетела на яркий бренд и может вообще не работать и все время пытаться использовать ваш яркий бренд на своем вот этом вот красивом пути угарания угасание будет красиво сказать а сейчас мы пойдем дальше вот это типичный представитель если честно вам интернет выдаст очень много современников россиян но это некорректно потому что это диагноз не поставлен я не могла включить в эту презентацию можем потом обсудить их но они очень вычурно одеваются они очень ярко демонстративно себя ведут они могут рыдать в клинике и на всю страну каяться о том что они что-то сделали не так и на иногда кажется ну как же можно так раскрываться как можно всю свою личную жизнь выносить и обсуждать ее с сотрудниками они этим питаются они живут вашими эмоциями они так существуют но самое главное а как себя с ними вести я повторяю от них не надо бежать надо очень хорошо понимать в каких сферах вашей работы нужно это привлекательность и это самое этот самый сильный шар который вы сможете найти это продажи это пиар это выступление это мотивация все вот это вот но как не вступить с ними в прямую конфронтацию и как сохранить с ними коммуникацию ни в коем случае не обесценивайте их прелюдия ты вообще при даже ттт не ставьте под вопрос никаких качества не высмеивайте их не не щелкайте их по носу для них это вы полностью выбиваете землю из-под ног малейшее чувство стыда что я недостаточно хорош и это было сейчас выявлено кто-то мне показал что я недостаточно хорош может вызвать сильнейшую реакцию то есть по сильнейшей истерикой с расставаниями с выходами из окна и так далее но у вас уже не первый этаж поэтому это может быть опасно это действительно может стать неприятным моментом но с истероидами интересный случай они ищут ваши любви они привязаны к вам пока вы их не признаете вот выходите с холодным видом и истерик ходит за вами пытается вас в себя влюбить как только вы обратили на него внимание и влюбились в него даже просто в сотрудника он теряет вам интерес он вас обесценивает у него в голове проскальзывает мысль никакой ты тоже мне если так легко сдался место вы больше не интересно и вот интересный момент их и любить нельзя потому что тогда они обесценивают вас и не любить нельзя потому что тогда они чувствуют угрозу своей красоте и своей вот этой вот хорошей личности поэтому с ней приходится балансировать время от времени признавайте что она что он шикарно выглядит особенно если это клиент что ему что-то идет никакие формулы никакие сроки проектов никакие хорошо хорошие финансы в результате проекта его вообще не будут волновать и он будет важно как его лицо выглядит в определенном фрейме а и вот эти вот вещи на которые вы можете делать акцент коммуницируя с ним мы к ним сейчас немножко попозже вернемся пока что у нас начинается антипод сегодня здесь присутствует несколько таких человек но и кстати слово это не должно вас пугать потому что шизофрения она имеет очень мало что ну часто мало связи имеет затем лишь исключением что люди у которых есть диагноз шизофрения тоже так себя похоже ведут как и люди шизоидного типа поэтому их так назвали потому что по поведению они чем-то похожи а в поведении этих людей все противоположно для них физически больно открываться перед вами и физически больно рассказывать что-то о себе чтобы вы знали что-то об их семье об их даже об их идее и так далее они а с угрозами очень интересный момент если у истероидов мышление поверхностное они как чайки они летят где-то схватывают рыбку а в основном они парят с белыми крыльями над яхтами то шизоиды могут вдуматься в задачу настолько глубоко что выдадут вам настолько неординальное решение на которое не был способен больше никто то есть шизоиды никогда не будут выступать хорошо они никогда не будут с вами коммуницировать хорошо они не будут даже сами здороваться но они единственные смогут решить задачу так как не сможет ее решить никто другой это не обязательно программисты хотя среди хороших программистов чаще всего именно шизоид но это могут быть и художники это создатели миров это а предводители религиозных сет то есть это люди которые могут создавать новые миры с новыми системами отчета и полностью вовлекать в эти миры других людей но что с этими угрозами у нас самое главное что эти люди действительно не здороваются не коммуницируют они действительно не видят вас они могут вас не замечать и это бывает часто вот этот барьер и чара когда приходит очень талантливый программист инженер архитектор дизайнер у которого совершенно неординарный блестящий ум но он хамит и чару потому что не замечает ее не здоровается с ней ей кажется не 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 такой парень поломает нам всю культуру давайте не будем его брать у нас все котики на все улыбчивые не будем брать и таким образом мы лишаемся огромного количества людей которые могут прямо скачками вести нашу компанию в совершенно новые решения поэтому если вы видите человека неуклюжего неловкого с очень плохой плохими движениями постоянно что-то сбивающего выглядящего как парень которому очень хочется вмазать вспомнив школу да вот они а вы можете понимать что скорее всего он относится к шизоиду и если вот этот вот астероид он как бабочка поверхностная вас начали пленил а шизоид вам неприятен непонятен вы не понимаете за почему он с вами не здоровье так небрежно выглядит скорее всего у него будет блестящий ум который продвинет вашу компанию дальше по угрозам я повторю они могут дать сильную реакцию если вы вторгнетесь куда-то если вы надавите если вы поставите под сомнение его интеллектуальные основы если вы поставить под сомнение его знания то есть его опора это интеллект и его вот эти вот конструкции построения они не дружелюбны с детства они довольно очень хорошо если находят друга циклоида и этот друг всюду прикрывают они вместе так вот ходят но в основном это очень ранимые но блестящие люди интересный момент рядом с таким блестящим человеком часто можно видеть совершенно поверхностную совершенно не глубокую яркую девушку вам кажется ну ты что разве не видишь что она тебя не достоин почему ты с ней она же ради денег она ради твоего имени ты гениальнейший архитектор и и вот ты с ней но интересно что они действительно не видят у них есть какие-то маркеры вот длинные красивые женственные волосы и он может думать ну вот она олицетворение женственность а все остальное он своем мире про нее создает и такие девушки очень часто их окутывают окручивают становятся женами известных программистов известных архитекторов но при этом совершенно не по глубине своей совершенно не соответствует им но шизоиды счастливы поэтому не надо нам в это лезть они действительно счастливы с этим женщин драгоценности собственная пройти драгоценности и проболталась самого начала это действительно самые неординарные решения которые вы получите и есть такое небольшое правило если программист с вами приветлив а не с вами уходит на мероприятия на большие вечеринки выступает хорошо на митапов то скорее всего скорее всего он не не вот этот хардкорный программист да то есть это привела это пиар функция его приложение это очень хорошее сочетание потому что у него есть технические знания и он может быть мостиком между людьми которые ими не обладают но если человек становится совершенно вот в своем мире погруженный шизоидный нездоровающийся ранимый шугающийся от вас ему надо показывать табличку сарказм то от этого человека вы можете получить действительно гениальное решение ни в коем случае не закрывайте свой проект от таких людей как их определить а самое главное я вам говорила они будут выглядеть неловко они будут неразговорчивы они будут не нелюдимы им будет вы прям будете видеть что немножко можете ему нехорошо когда вы пытаетесь его разговорить с ним пообщаться по его жизненному пути не будет видно скачков не будет видно каких-то ярких там стажировался там у того у того такие-то лекции посещал в каком-то театре был на сцене ничего такого не будет во всем его хобби и жизненном пути будут очень четкие очень последовательные чаще всего связанные с глубоким погружением в проблему хобби и явления то есть он будет например увлечен очень сильно какой-то религии или какой-то системой оцифровки всего и вся или какое-то созданием типологии не знаю лучших дизайнов или созданием формулы любви то есть они действительно склонны к тому чтобы подчинять мир каким-то моделям математическим описанием и все это делать в объяснимых хороших рамках и концепциях для них физически тяжело если вы начинаете говорить аналогии если вы зовете его на природу если вы даете ему посмотреть мультик и при прочувствовать в нем музыку ему это некомфортно а при этом как мы будущего сотрудника если мы расспросим будущего сотрудника и спросим его о дипломе конечно же диплом будет совершенно не демонстративным он углубится в рассказы о дипломе и скорее всего он расскажет что уже к пятому курсу он практически доказал какую-то формулу или он уже сделал какую-то модель то есть вы увидите что он преобразится сразу же он уже не будет искать как истероид вашего взгляда как моя тема называется он уйдет туда и в этот момент вы увидите как он расцветет в этот момент у него загорятся глаза вы увидите каким красивым может быть этот человек когда он говорит о том что его действительно так заводит ну и это известные уже люди у которых диагноз поставлен этот журнеш известный математику по которому был снял помните фильмы игры разума а это потрясающе ты филипп дик это фантаст который создал мир и помните фильмы вспомнить все по моему особое мнение то есть это фильмы с особыми мира и по сути все известные гениальные художники и оформители фильмов и в общем гениальные художники типа дали они обладали либо шизоидными акцентуациями либо поставленным диагнозом и именно это их свойство помогало им создавать совершенно нереальные немыслимые для нас новые миры и конструкции еще интересно в их внешности вот если говорить о кречмире то во внешности шизоидов часто есть вот эти вот черты астенические они чаще всего худощавые с узкой грудной клеткой а вот здесь вот скулы часто видны и палые щеки а если честно очень часто упоминает стива джобса но опять же так как не было не поставлено диагноза я не стал его включать свою официальную презентацию но вы вспомните увлечение религиями создания новых миров и полный аскетизм во внешнем виде и в поведении то есть у нас есть определенные маркеры часто они еще и связаны с телом которые нам открывают вот этих вот шизоидов как себя с ними вести не давите на них не пытайтесь их разговорить не пытайтесь их вовлечь прекрасную компанию у меня была компания клиент где девушка молодая чар сказала я так много сил потратила на то чтобы всех вывести прыгать с парашютом и ни одного благодарного отзыва там люди было просто терифа это не были в ужасе это не то что им нужно и недавно я прочитала очень интересную отсылку европейская компания проводила опрос сотрудников а как вам работается у нас насколько мы френдли и одна сотрудница написала вот или что да вы френдли с точки зрения нас и с точки зрения культурного совершенно не френдли с точки зрения психологических особенностей например мне как человеку замкнутому очень неприятные вечеринки с open space где вообще никуда нельзя спрятаться если не дай бог там есть еще тамада который вас вызывает на конкурсы то это просто самая ужасная точка вот этого тонкая точка которая может вывести вашего бриллиантового шизоида в реакцию и вы его потеряете то есть ему легче будет жить одному и работать фрилансером чем работать в вашем проекте где вы постоянно его зовете играть в гандбол или там посидеть в кафе и второе не ставьте под вопрос не критикуйте его мышление его концепции его модели потому что это по сути самое важное на чем он стоит то есть если с астероидом нельзя критиковать его внешность его выбор одежды нельзя его высмеивать то шизоидом вся его одежда совершенно не имеет значения он может прийти вообще в тапочках он не заметит этого и вы посмеетесь он даже не обидится на это но если вы поставите под сомнение его модель над которой он долго работал или какой-то его мир который он создал это может вызвать реакцию вы его потеряете циклоид мой любимый его любят почти все но это самое большое самая большая угроза для вашего проекта а какой фамилии у вас ассоциируется эта надпись кто следит за медийными трендами сейчас тут написано i hate being by пола и способ конечно совсем недавно прибыла в нашем полку признался к не что у него тоже поставлен диагноз в смысле тоже что у него поставлен диагноз биполярное расстройство популярное активное расстройство очень у многих звезд американских звезд его очень много в советской практике до сих пор и в россии до сих пор принята практика чаще ставится все-таки диагноз шизофрения в америке чаще ставится диагноз биполярное расстройство и маниакальный депрессивный психоз ну так вот они как-то школы такие разные, то есть у нас, возможно, тоже таких людей много, но чаще они приходят к психотерапевту, психотерапевт прописывает какое-то медикаментозное лечение, и дальше это не идет, то есть в статистику это не попадает. В чем суть циклоидных психопатов? Они одержимы идеями. В отличие от истероидов, которые все делают, чтобы только привлечь ваше внимание, циклоиды намного глубже, у циклоидов есть содержание, они горят, они по-настоящему хотят создать стартап, они хотят создать новый проект, они хотят создать шикарный, величайший проект, о котором будут говорить все. Они вас увлекают, они очень, как сказать, хорошо вам его продают, вы готовы с ними работать, вы уже начали над этим работать, и через пару недель он говорит, а, что, ты про это? Слушай, нет, сейчас вот другая тема, сейчас совсем другой проект, мы сейчас работаем уже над другим. Ты немножко, ты подожди, мы к этому вопросу вернемся, и у вас небольшая проблема, потому что пару недель назад вам казалось, что это дело всей жизни, что человек действительно нет, нет, от вас не отвлечется, пока не сделает все, чтобы вы с ним работали, вы уже согласились, ему уже неинтересно. И вот эти циклоиды, они очень интересные люди, они внешне склонны к полноте, они очень любят еду, они очень чувствуют вкус еды, они гурманы, у них дом полная чаша, они совершенно относятся к беспорядку спокойно, у них может быть полный завал на столе, в одежде, при этом они такие гедонисты, то есть они ощущают хорошо, они там вас могут позвать на какой-то супер тайский массаж, потом рассказать про какой-то супер крутой ресторан, потом у них вдруг бац, диета, и вы смотрите, человек, который только что ел с вами и прям нахваливал и толстел, и прям жил жизнью чревоугодника, вдруг говорит, нет, нет, что, тут сахар, тут лактоза, тут там глютен, я все это не ем, я больше не, и вам кажется, что произошло? Он побыл на диете, и вы уже признали, и вы уже ходите, и мы его не зовем, и мы его диетов, какой-то момент, ребята, у меня торт, давайте есть, и он может играть, он может уходить в запое, он может быть подвержен наркотикам, и вы в какой-то момент вы чувствуете, что он от вас ускользает, только что он был с вами здесь и сейчас, он был суперзаводной, он вас убеждал, он с вами был готов идти, и вы уже за ним были готовы идти куда угодно, и в этот момент он потерял интерес, и так во всем, так в семье, он не доводит дела до конца, он не доводит проекты, и вы видите, что у него настолько фонтан идей шикарных, но он так быстро их теряет и предает, что если бы он хотя бы одну идею свою довел до конца по делу, он стал бы знаменитым, но он теряет к ним интерес, это угроза, его драгоценности, при всем при этом, это самый лучший генератор идеи всех, которых мы с вами сегодня рассмотрели, он, вот это Лара Крофт, его заводят исследования, его заводят новые стартапы, он постоянно держит нос по витру, он видит тренды, он чувствует моду, он приходит и говорит, ребята, я точно знаю, что теперь мы делаем логотипы вот так, для Минской булочной, Джон Федор, это я бы не просто, меня снаряжали, ты так им скажи, вся Беларусь меня снаряжала, вам сказать, он приносит, он приносит на клювики, говорит, вот сейчас будет тренд такой, мы делаем логотипы вот так, сейчас мы делаем сайт, мы все отказываемся от сайтов, мы делаем только мобильное, и в какой-то момент он действительно становится самым ценным генератором идей, но если вы его делаете руководителем проекта или менеджером проекта, вот он с вами погорел-погорел и в качестве угроз он потерял интерес, поэтому как его правильно использовать, краткосрочные вещи, он летит первым, вот этот впереди стоящие на корабле, он видит все впереди, он видит тренды, он их цепляет, он их приносит, он их развивает, дальше обязательно подводить эпилептоиды, это наш четвертый психопат, чтобы не сгорел наш циклоид, чтобы он не истрепался на этой рутине, на этих всех NDA, на этих всех подтверждениях, на этих согласованиях, он совершенно сразу сгорает из-за них, и мы его теряем. А как мы его определим? Жизненный путь у него, вот это циклоидное, вот эти горки, легко можно узнавать по проектам, сколько у него было начатых проектов, как он вам рассказывает, как у него была идея какого-то ресторана в какой-то водонапорной башне, в какой-то вышке, и вы, как мы, ну и как идея-то? Ай, ну там, но что-то не задалось, но понимаешь, после этого у меня была новая идея, все, бас-маркер сработал, маячок, это не истероид, это не шизоид, шизоид, это вот прям явный искатель идей и быстро остывающий к ним, он не может их доводить до конца. В еде, времени, деньгам, он к деньгам совершенно спокойно относится. Если для истероида деньги это возможность показать, что он, он за топ, покупать шмотки, тратить их вот так вот перед этих ночных баром, если для шизоида деньги это вообще, а зачем они, а, люди сказали, что деньги нужны, ладно, я буду копить, то есть у него такая логика, то для циклоида деньги это, о, привалило, класс, пойду с друзьями, куплю дачу, о, нет денег, ну потом будут, пойду с друзьями, поживу у них на даче. У них совершенно спокойное отношение к деньгам и нет вот этого чувства тотальной потери контроля, и поэтому у них можно и к девизам сказать, что-то будет, то есть ко всему в жизни он относится с девизом, что там, что-то будет, будет день, будет пища, вот такой у него подход. А во внешности, в движениях он тоже очень органичен и очень пластичен. Я вам уже говорила, что они склонны к полноте, они такие милашки, у них такие, знаете, глазки раскрытые, губки пухлые, они такие вот прям, ну вот человек, которым хочется вкусно поесть в хорошем ресторане, потому что он будет понимать во всем в этом радость. Но я говорю, что он может также метнуться в быстрое похудение, в какие-то суперпрактики духовные, но и там он не выдержит долго, он потом уйдет в какие-то другие суперпрактики. Поэтому любой его рассказ про то, что, знаешь, я начал заниматься на бильярде играть. Ждите, 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 ждите. Все. То есть, если Шизоид начал играть на бильярде, он будет каждый день приходить и высчитывать, при каком конкретно угле полетит шарик конкретно в третью лузу. Этот, три дня, вся компания гудела, что он увлекся бильярдом. Все об этом знали. Он всех снаряжал команды, раздал майки, заказал, всем название команд заказал. Через несколько дней он говорит, ребят, вы пока без меня. Что тут пока дело? Вот это мой циклоид. Среди будущих сотрудников понять тоже очень просто. Спросите, на каких инструментах, в какие секции ходил, там будет очень много всего. Там будет много языков, там будет много, я, например, и на бересте, и вязала, и вышивала, и, ну, короче, вы поняли. А там будут постоянно незавершенные дела, и, в принципе, вы можете про любой проект у него спросить, что сейчас для тебя важно, какую книгу ты читаешь. Кстати, циклоиды не читают книги, они читают рэп, как Серега. Они практически не углубляются в познание каких-то вещей, им надо быстро. Но им не надо читать книгу, потому что он видит тренды, схватывает из какого-то пролетевшей новости в радио, пока он ехал до работы. То есть он очень быстро схватывает, не углубляясь, как шизоид в эти, в теории, в построении и так далее. А вот это только несколько, их на самом деле очень много. Это одно из самых распространенных, уже диагностированных, подтвержденных диагнозов у звезд. Узнаете этого человека? Напоминает вам кого-нибудь? Триер? Нет. Триер. Триер, совершенно верно. Ларс фон Триер. Хотя и Берр Стиллер, и Канни Уэст, и так далее, очень много людей рассказали про свой бар, биполярное аффективное расстройство. Триер для меня один из самых сильных его таких, знаете, манифестов. Потому что вот он создает фильм, например, «Антихрист», ну потрясающий по визуальному ряду, потрясающий фильм, получает несколько неодобрительных отзывов критиков и уходит в депрессию на несколько лет с сильнейшими веществами и с угрозой смерти. Потом он выходит из депрессии, создает новый фильм, нет, по-моему, вот после догвеля он ушел на несколько лет, вернулся, создал «Антихрист», опять ушел на несколько лет. То есть это, чем характеризуются психопаты, в отличие от норматимиков? У психопатов перераспределение энергии. И в какой-то момент у них настолько много энергии, что они могут создать такие вещи, но потом эта энергия откуда-то должна пополняться. И она пополняется через саморазрушение, через разрушение мира вокруг себя и так далее. Поэтому вот триерд для меня такой очень яркий пример циклотимика с шикарным применением, только бы ему не было так плохо потом. Но если вы узнаете в себе циклотимика, что я для себя узнала? Есть еще такое понятие мультимодальной личности. В принципе, я вот, послушайте, если вы за свое время слышали хоть раз о том, что да боже ты мой, что за увлечение, да доведи хоть раз хоть одно дело до конца, опять ты чем-то новым увлекся. А почему ты не можешь завершить проект нормально? Почему ты не можешь довязать, довышивать эту картину? А в какой-то момент циклотимики быстро теряют интерес и пересключаются на следующее. И если рядом с ними годный эпилептоид, он их добивает вот этим недовольством того, что ты никчемность, ты ничего не можешь довести до ума, ты постоянно в прожектах, ты нас всех испепелила уже своими метаниями. Так вот, что я для себя выработала, поверьте, я надеюсь, что кому-то это поможет из вас. А самое интересное, что циклотимия не вот так идет, она циклично по кругу. И если у вас сейчас в каком-то вашем начинании пропал интерес и вам не хочется это делать, не гномите себя за то, что вы никчемности, вы больше никогда это не сделаете. Это просто должно полежать. И обычно цикл у каждого свой, но иногда это цикл несколько месяцев. У вас снова появляется желание, снова появляется мотивация, вы возвращаетесь и доделываете. Это компенсация меня, мне помогает вести нормальные дела. Ну и еще годный эпилептоид рядом со мной, о которых я вам сейчас расскажу. То есть, по сути, циклотимия это не настолько фатально. Чем это фатально для вашего проекта? Если вы пошли за таким увлеченным лидером, который прям сказал, что вот все, ребята, все ресурсы туда, и вы все кинули и пошли. И он все бросил, не пугайтесь, не расстраивайтесь, он вернется просто через некоторое время. Но ему нужно вот эти опоры сделать в виде эпилептоидов, сейчас мы к ним перейдем, опора нации нашей, которая помогает доводить до конца вот эти проекты. Итак, эпилептоидный. Ну давайте вот на черном фоне немножко про него поговорим. Эпилептоид это один из самых страшных психопатов. Это самые жесткие, деспотичные, ну как жуткие люди, которые могут с нами жить. Как сказал Кречмир, в мирное время мы их лечим, во время войны они становятся нашими вождями. Поэтому если погуглить, то картинки, которые выдаются на эпилептоидного психопата, это очень известные нам люди. Я их решила тоже не вставлять в эту презентацию. Но суть эпилептоидной психопатии заключается в следующем. Вот если до этого у нас были такие мотыльки в своих идеях, в своей влюбленности, в своих метаниях, то эпилептоиды, если они взялись, если они поверили в проект, то они, вы знаете, есть лосиная муха. Кто-нибудь вообще знает, что такое лосиная муха? Это ужасное существо, это вот эпилептоид царства насекомых. Это маленькая-маленькая штучка, если вы идете в лес, она выбирает более крупного из вас, поэтому и ходите как бы со старшим. На тело падает и начинает ползти к голове. То есть они летают, они ползают, они начинают ползти к голове. И если вы ее на себе видите, ее очень сложно пальцами, она очень твердая и потрясающе настойчивая. Она просто вот так вот ползет к голове. И когда она находит голову, она кусает, и там она переносчик неприятных заболеваний, типа как клещи. То есть она очень неприятная вещь. Но ее настойчивость и вот эта вот крепость панциря, она очень хорошая иллюстрация эпилептоида. Эпилептоид это крот. Вот чайка у нас отражалась на фоне яхт, вот у нас качалась наша циклоидная куколка туда-сюда от стадии мага к стадии куколки. Крот увидел задачу и въелся, и он не слезет. Но он становится очень деспотичным. То есть он требует тотального повиновения, он требует признания его власти, он начинает вас унижать. Он становится садистом, он делает так, чтобы вообще вы замкнулись, все ваши коммуникации замкнулись только на нем. Он становится единственным человеком в вашей жизни, но он, черт возьми, доделывает проект. И он единственный из всех, кого мы рассмотрели, кто по-настоящему доделывает проект. Он может быть помешан на процессах, он может говорить, какой конкретный результат. Дай мне финансовое обоснование, где документы, оформил его неправильно. Мне кажется, парни, какой документ, у нас это креатив, у нас циклоид принял шикарную идею, мы станем убийцами фейсбука. Он говорит, пока не будет четкой спецификации, я не начну с тобой говорить. И оказывается, что только благодаря эпилептоиду у нас хоть что-то получается. Но в чем они еще? Очень интересны у них угрозы. Угрозы, они могут пережать вам резьбу. То есть они могут настолько довести вот в этой своей жесткости, в требовательности, в внимании к мелочам, в внимании к исследованию процессу, настолько могут вас довести, что и ваше творчество, и ваша коммуникабельность, и ваша истероидность, они все сломаются под давлением этого жуткого, такого дистемического, злобливого, подозрительного, ревнивого вот этой среды. Ну, конечно, она не всегда такая. Мы же помним, что есть акцентуации и нормы, и патология. То есть они могут обладать только какими-то чертами. И что у них еще интересно? Я вам сейчас рассказала про того эпилептоида, который чувствует себя очень хорошо в этом мире. Он вождь, и он может вам показать, что он очень злой, очень ревнивый и очень подозрительный. Но пока эпилептоид не вождь, вы никогда не заметите в нем эти черты. Эпилептоид с детства учится надевать маску приятного парня. Он с вами будет приятно разговаривать, он будет подчеркнуто вежлив, он будет с вами приветлив. А вам будет казаться, ну все окей, мне хорошо, я расслабляюсь. Есть один диагностический критерий, он отличает людей с эпилепсией, но и у эпилептоидов тоже встречается. Они любят произносить слова с уменьшительно-ласкательными, с уменьшительными суффиксами. Печенька, салатик. Налейте, пожалуйста, водичку. Я возьму салатик и водичку. Ваш смех мне служит хорошим подтверждением. А это действительно их отличает. И вам кажется, что он приятный, милый человек в поведении. Но вы, как это знаете, топор в бархатной обертке. Или это похоже на гранитный постамент, припорошенный первым снежком. Вы можете в эту вежливость и ласковость пахнуться и найти там гранит, с которым вы уже не будете шутить. А это насчет угроз. Насчет драгоценностей самое главное, что эпилептоиды действительно добивают то, за что они взялись. Поэтому вот у меня так с партнером получилось, я приношу на крыльях, ну прям как, вы знаете, как репейника, огромное количество идей. И дальше у нас идет очень сильная, прямо до истерик, борьба моя за эти идеи. Потому что я влюблена в каждую, я уверена, что каждая выстрелит, я уверена, что мы станем миллионерами. Он говорит, мне, черт возьми, потом это делать. Потому что ты завтра потеряешь к этому интересу, ты пойдешь открывать магазин вязания, я не знаю, вообще про все забудешь. И когда я перед ним подтверждаю хотя бы одну идею, дальше они идут в продакшн, и он уже над ними работает. Поэтому с точки зрения драгоценностей, хорошим менеджером, бедливым, кропотливым, с вниманием к деталям, с вот этой властной радикалом должен быть, конечно, эпилептоид. Мы идем дальше, как их определить? Вот с этим жизненным путем, с его проектами, с его отношением к еде, сейчас чуть попозже, в жизненном пути у эпилептоиды никогда не будет метаний, никогда не будет попробовал то, не понравилось, решил попробовать это. Знаете, про эпилептоиды есть хороший анекдот. Вечеринка, высокопоставленные сенаторы, политики, известные бизнесмены. Знакомятся два бизнесмена, один говорит, а сигару? Один говорит, нет, вы знаете, я однажды в жизни попробовал сигары, мне не понравилось, я с тех пор не пью сигару. Да, но может быть тогда попробуйте виски? Нет, вы знаете, я попробовал однажды виски, мне не понравилось, я с тех пор не пью виски. Но может быть тогда мы поиграем в шахматы? Да вот тоже, знаете, я попробовал в шахматы, мне не понравилось, я с тех пор не играю в шахматы. Но вы знаете, в шахматы хорошо играет мой сын, ваш единственный сын, я полагаю. Вот это у нас про эпилептоида, у него никогда не будет метаний. Если он выбрал для себя колею, он идет по ней очень четко. И в ней он добивается высот. В отношении к деньгам, для эпилептоидов деньги очень важны. Они становятся финансистами, если шизоид финансист, которому важны схемы, который никогда не будет обналичивать криптовалюту, которому важны, как они там между собой меняются в эфире, то для эпилептоида деньги это очень конкретное подтверждение его успеха, достижений и его власти. Он очень внимательно следит за финансами, он очень внимательно следит за едой, он внимательно следит за отношениями, чтобы ему все были верны, чтобы все ему подчинялись, чтобы никто не опровергал его власть. И в этом смысле в движениях и внешности он может быть очень сдержан. А Кречвер говорил, что эпилептоиды атлетического телосложения, они прям спортсмены. Кстати, среди известных знаменитостей с болезнью эпилепсии очень много спортсменов. Они физически сильны, они хорошо выглядят, они контролируют свою еду, но еду они контролируют с точки зрения белки. Мне нужны белки, чтобы мои мышцы росли. Вот это их отношение к еде. Вспомните, какое было отношение к едеоциклоидам. Это совсем разные люди, с ними по-разному можно ходить в кафе. Ну и в движениях они собраны, сдержаны, одеты, собраны скромно, очень функционально. Важный момент. Считается, что у эпилептоидов порядок во всем, но не так это. Моя жизнь, мое постоянное наблюдение за людьми показывает, что нет. Они сбивают с толку. У них может быть беспорядок, но будет какая-нибудь одна сфера, в которой у них идеальный порядок. Они коллекционеры, они любят создавать сборники, создавать какие-то упорядоченные вещи. И если вы помните, в фильме «Адвокат дьявола» был красивый момент, когда они отбирали себе присяжных. Им нужны были очень либерально настроенные присяжные. И там сидел парень, афроамериканец, с дредами, полненький. И человек говорит, ну это точно наш, он точно будет голосовать, как нам надо. И Киану Ривз, герой Киану Ривза говорит, ты видел его ботинки? Они начищены, как у военного. Ни в коем случае мы не берем его к себе. То есть, если вы видите приятного паренька, у которого в какой-то сфере жизни идеальный порядок, и он не допускает вас туда, чтобы вы там что-то напортили, то перед вами хорошо неликрирующий, скрывающийся эпилептоид. И в принципе это, наверное, хорошо, но с ним может быть очень тяжело. Они могут быть садистами, они могут вот так вот выкручивать душу. Ну это же сладкие страдания. А по будущему сотруднику то же самое. Мы посмотрим, как он шел к своей цели, какое у него резюме, где он добивался. Они очень сильные достигаторы. Они будут идти наверх по служебной лестнице, им будет очень важно вот этот уровень, статус и так далее, позиции и так далее. Кстати, они очень хорошо себя показывают в армии и политике. В основном эпилептоиды, они искренне сражаются со злом. То есть они могут быть в милиции, они могут быть в ФСБ, и там будут искренне. Если истероиды могут туда пойти, чтобы какие-то свои делишки решать, то эпилептоиды могут действительно искренне бороться со злом и прямо делать это рьяно, неистово, со всей присущей им силой. А кто это? Представитель. Да, он эпилептик, то есть это больной эпилепсий человек. Но если даже почитать его произведение, вот это накручивание нервов на этот вал, на барабан, это очень... Вот он все делает, даже с читателем мучает нас. Роль Ивана Грозного, это не фотографии Ивана Грозного, но посмотрите, я хочу специально про внешность. Есть еще несколько политиков, которых я не стала сюда включать, но у них есть фотографии с таким же взглядом. Они действительно находятся в состоянии подозрительности, злобы и ревности. То есть они всегда ждут какого-то подвоха. Но это же мы говорим про патологию. То есть человек с эпилептоидными чертами, это очень хорошая хозяйка, хороший менеджер, хорошая подруга, которая не опоздает, не подведет, хорошо накормит, потому что у нее есть отношение к еде, должна быть нормальная, хорошая еда с мясом. То есть они хорошие, четкие люди. Как себя с ними вести? Реально подчиняться. Реально. Потому что если вы с эпилептоидом идете в конфронтацию и начинаете опровергать его власть, ставить ее под сомнение, то вы, скорее всего, если вы тоже не эпилептоид, то вы будете раздавлены. Не прямой конфронтации. Любыми другими способами он вас поставит на место. Интригами, финансовыми какими-то обязательствами он вас поставит на место. И если вы видите, по большому счету, эпилептоиды ведь не злые. Точнее, нет, они злые, но они не враги, там, скажем. Они тоже делают ради дела. И поэтому, если вы видите, что подчиниться ему, хорошо для проекта, сделать комплимент бабочке демонстративному, хорошо для проекта, а шизоида не вести с собой на вечеринку, хорошо для проекта, то и хорошо. То есть, ну, а зачем ломать, если они идеально вписываются в проект? Теперь давайте распорядимся нашими людьми. Следующий слайд будет заполненная табличка. Посмотрите для себя. Давайте сделаем проверочку. И посмотрим, правильно ли вы понимаете то, что я вам сегодня рассказала. На быстрые проекты, на преподавание, на поиск идей и так далее. Кого мы позовем? Циклоида. На программирование нестандартное решение? Шизоида. Даже на другую визуальную концепцию, на другую архитектурное решение. То есть, это не только программисты, это, в принципе, люди с нестандартным мышлением. Поиск ошибок, четкий процесс. Финансы, бухгалтерия, юридические документы, отслеживание ошибок, тестирование, тестировщики, менеджеры. Это у нас кто? Эпилептоиды. И пиар-продажи выступления истероиды. Мы молодцы. Но у нас еще не все закончено. Красивая цитата современного нашего, вашего психолога, она юнгианец, эту цитату пару лет назад перепостил мы прям весь, все соцсети, приписывая ее Ганушкину, одному из тех, кого я сегодня показывала вам в пантеоне портретов. Но эта цитата очень справедливая. То есть, почему мы вообще сегодня столько времени потратили, говоря о людях с акцентуациями характера и о психопатах? Потому что обычные нормальные люди скорее всего не стали бы вечером после работы здесь сейчас находиться. Нормальные люди нормально проводят свой вечер в кругу близких, с нормальной едой, с нормальной работой, которая заканчивается в 5 вечера, с нормальной зарплатой. То есть, когда у нас есть какой-то перекос, скорее всего мы в этом перекосе создаем что-то прекрасное. Вот это у меня цитата для вас, Канни Уэста. Совсем недавняя. И сейчас маленькая игра. Смотрите, что вам нужно делать. Это у нас будет тест на мороженое. Мы сейчас научимся, предлагая человеку мороженое, определять, к какому типу он относится. Будет хорошо, если у вас будет какой-то записывающий инструмент, типа вашего смартфона, где вы будете ставить буковки. И у нас мы потом сравним, кто идеально, досконально на 10 вопросов правильно ответил. Тест про мороженку. Значит, вам нужно будет ставить букву, вот нам, чтобы было удобнее. И – это истероидный, Ш – шизоидный, С – циклоидный, Э – эпилептоидный. То есть, один там, буква, два буквы, или просто буква, буква, буква. Итак, вы предлагаете сотруднику мороженое. Говорите, угощайся, у меня для тебя есть пачка мороженого. Если он отвечает вам, ох, как жаль, у меня сейчас снова новая диета, только вчера началась. Ставьте букву, не произносите вслух. Ой, мороженое, как жаль, у меня новая диета, вчера только началась. Второй человек, которому вы идете, у нас рейд, как в Блэйде, мы сейчас их будем узнавать, вы подходите с мороженкой к следующему человеку и говорите, да, мороженое. Он говорит, спасибо, не хочу, я бы сейчас поел нормальной еды. Следующий человек говорит, о, класс, спасибо большое, я давно не ел мороженое, давай. Следующий человек говорит, оно с финиками? Никогда не пробовал мороженое с финиками, давай, конечно. Чтобы вы закончили, но это что, с подвохом? Пятый человек, которого вы встретите, снова купив мороженое, он вам говорит, ты что, какое мороженое? Я купил купальник за 15 тысяч и хочу в него влезть к июлю. Шестой человек вам говорит, о, это Меллен Пик. И дальше мы цитируем Дудян. Я как-то под санкции затарил себе почти весь холодильник. Кто это у нас человек? Буковку ставьте. Следующий, седьмой человек говорит, мороженое, а оно с лактозой? Я остерегаюсь лактозы. Восьмой человек говорит, а зачем мне мороженое? Сейчас вроде не жарко. Девятый человек говорит, ты специально хочешь, чтобы у меня кожа испортилась? И, наконец, десятый, кого мы встречаем, говорит, а ты знаешь, что мороженое по жирности сопоставимо с пачкой масла? И делается оно из трансжиров. Последнюю буковку поставили. Ну что, давайте сравнивать. Сейчас у нас будет психопат мороженое бинго. Я говорю буквы, вы смотрите, у кого совпадает. С, Э, С, С, И, И, Ш, Ш, И, Э. Две ошибки. Две ошибки. А у кого все? Кто совпало? У кого совпало? Все по-новому? По-новому пойдем работать? Третья. Там с третьей был какой-то, мне не смог разобрать. Третья. О, класс, я давно не ел мороженое. Да. Он ест, он не ест? Ну, в принципе, хорошо, хорошо, я принимаю. Что у меня для вас осталось? Остались хорошие, ускольные книжки. И, в принципе, в интернете можно погуглить довольно хорошие книжки современные. Но эти, вот особенно Личко, считается прямо настольной, потому что она написана как художественное произведение. Ее очень приятно читать. Она действительно очень приятна. И не смущайте вас, ой, простите, вторая, не смущайте, что про подростков, реально она, это действующие психиатры с очень большой практикой, которые реально описывают с ужасающими цитатами из советского времени. Как может быть? Ну, у нас остался кое-кто. Пятый психопат. Пятый психопат у нас, ребята, это выбор. Вот у меня есть тест, один из тестов на психопатии, на ситуации характера. И оказывается, их вообще не пять, не четыре, их десять, а то и больше. Вот этот тест довольно хороший, он признанный, он работающий. Я бы не сказала, что стоит себя оценивать только одним методом, поэтому советую вам посмотреть еще тест Личко, тест в адаптации Шминшика и так далее, то есть, тест Лиангарда. Но вот этот вот тест тоже очень хороший. С ним вы расходитесь, его не надо здесь будет заполнять, но мне очень нравится, что в конце вы получаете не одну цифру, а получаете 10 цифр, и вы видите свой профиль, потому что самое главное, что я вам не сказала, очень редко у нас бывает один радикал. У нас сочетание, мы прекрасны, как полевые цветы, у нас настолько много сочетаний, поэтому вы увидите, какие вещи у вас сильнее, и третья страничка здесь с подробными интерпретациями, но, честно говоря, в книгах намного больше. Поэтому вот это, ну и подписывайтесь, у меня телеграм-канальчик. Спасибо. Давайте ваши вопросы, может? Спасибо. Вот такие увязки внешности, это вот строго обязательно, потому что я часто вижу четыре характера у кого-то, но мне же здесь люди никак не вяжутся. То есть циклоиды у меня есть знакомые, которые совершенно не пухленькие, не сторонники там гедонизма, а какие-то совершенно... Реально после Кречмера не было людей, которые на этом дальше продолжали настаиваться. А, не акцентируйте внимательно. Но если так посмотреть большой скоб, то среди циклоидов больше пухленьких, да, но... Потому что я, скорее всего, сам циклоид, но... Да, вы внешне, да. Да. Все, разбирайте. Но еще есть вопросы у вас или уже в рабочем порядке будешь? Да? Это можно как-то изменить, но условно, когда заметил за собой какой-то паттерн поведения, понимаешь, что тебе это не устраивает, ты начинаешь его как бы менять. Это возможно или все-таки есть? Да, это можно компенсировать, а можно за собой это отслеживать, можно пойти на дорогую психотерапию, но когда вы узнаете, что во всем виноваты родители, вы идете в другую сторону. То есть, скорее всего, вы можете просто отслеживать за собой вот эти вот вещи поведенческие и стараться вести себя по-другому. Либо просто понимать, вот, например, у циклоидов бывают моменты, когда настолько сильная депрессия, настолько ты себя чувствуешь, но никчемностью, просто знать, что это пройдет. Просто знать, что я такой, что через это будет, через пару дней подъема, я смогу сделать все, что за эти дни пропустил. То есть, немножко больше себя жалеть. И в этом смысле, когда ты начинаешь понимать, что люди такие, ты не зришься на них. А, ну так он эпилептоид, ну он злой, он такой по природе. Я просто использую его, когда надо. То есть, это знание вот этих вот вещей помогает себя прощать и ждать, когда пойдет фаза, которая сделает вас продуктивным. Еще вопросы ваши? Можете слайд с книжками? Да, да, да. Еще ваши вопросы? Все боятся. Ну, реально, реально, действительно, есть идея о том, что можно стать шизофреником, можно стать эпилептиком, случись что в жизни. Поэтому и есть вот эта вот идея тонкого места, на которое, если попадет стресс в вашей жизни, то он может вызвать очень сильную реакцию уже с психиатрическим исходом. Поэтому тоже, если вы о себе это знаете, то лучше подстелить соломку. Просто знать, что да, я склонен, вот, например, эпилептоиды, они склонны к очень сильным взрывам гнева. Просто они в этот момент могут любимого ударить, они могут очень плохо себя вести. Но потом у них это скатывается опять до нормального состояния, они, наступает период с бедового месяца, они просят прощения, они самые лучшие, любимые на Земле. Пока опять накапливается, накапливается. Если вы знаете это, и когда вы видите, что это прямо, про это написаны книги, что это не только один ваш любимый так себя ведет, а это прям огромное количество людей, подверженное этому недугу, то вы начинаете понимать, что если он сейчас накапливается, то надо покормить его перед тем, как настаивать, что вы правы. Надо уйти куда-то. То есть это все помогает немножко сбавлять угрозы. Ну и то же самое, если вы чувствуете, что накапливается, лучше уйти, чем ударить кого-то. И обратное, конечно, обратной сфере нет. То есть если человек постоянно иногда взрывается эмоциями, то вовсе не нельзя это эпилептоид, потому что, конечно, совершенно не признаки. Да, обратное не значит, да. Но если чаще всего люди склонны к взрывам гнева, время от времени, это все-таки чаще всего эпилептоид. Циклоиды никогда не будет настолько много напряжения, у него гнев здесь и сейчас. Друга, ты меня раздражаешь, и он через пару часов зовет вас вместе на обед. Он кажется, говорит, ты на меня только что ароматов. Как ты можешь? И что? Чистая пилота, скажу. Да, ну, Чирбуа вообще идеально. А в этом смысле... Ну, вы еще истероид, вы немножко моей сцены забираете. Да, я все это понимаю. Но реально с эпилептоидами вы можете не видеть, когда он нагружается. То есть он может на вас разозлиться, и вы про это узнаете через несколько лет. Понимаете? А вот с циклоидом он прямо сейчас и уже с вами дружит. Да? Где-то год назад проводил у нас лекцию психотерапевт, практикующий, и он говорил, что шизофрения это врожденная и после 28 примерно лет ее уже тебе не грозит. Вы говорите, что можно ее приобрести. Да. Где правда? И второй вопрос есть ли в профилактиках? Правда в том, что есть разные виды шизофрении. Есть шизофрения, которая видна с 5-летнего возраста. Чаще всего самый тонкий момент это подростковый возраст. Действительно, большинство шизофрении до 30-летнего возраста появляются, но бывают шизофрении так называемые индуцированные и может быть сейчас их уже не называют шизофрениями, это можно назвать индуцированным психозом. Когда что-то произошло настолько травмирующее в жизни, что психика нашла в виде защитного механизма уход в болезнь психическую. И поэтому, если вы попадете к одному врачу, он будет поставить диагноз шизофрения, а к другому МДП, а к третьему вообще просто скажет психоз неявного происхождения. Поэтому, да, действительно, те вот эндогенные шизофрения, с которыми рождаются, совершенно я согласна, они видны, чаще уже даже по внешности, по особенностям поведения, они видны уже в раннем возрасте. Профилактика шизофрении, смотря какой, да, стараться себя не подвергает стрессу. Но люди, которые к ним склонны, вот к этим сильным психозам, они настолько ранимы в окружающей среде, такой человек не смог бы мне даже вопрос сейчас задать. То есть у вас уже все окей. Динка, все в порядке. Да, профилактика проведена успешно. То есть им надо вокруг них создавать купол стеклянный, их надо очень сильно беречь. Не шутить над внешностью сколько угодно, его это не трогает. Но вот лезть к нему в душу и там его мышление разбирать не надо. Про шизоидных, которых могут сильно одновременно... Это не очень тревожные, да, вот эти, которые ходят в психотерапию? Нет, все ходят в психотерапию. Психотерапию, то есть ироны, ходят, чтобы всем об этом рассказать. То есть все по своим целям ходят. Есть люди супер тревожные, с коронавируемым реагируемым. Да, но это чаще не шизоиды. Вот у вас там перечислено будет прямо такие целые типы. Они очень ранимые, очень дающие, очень чувствительные. Это просто люди, которых я не включила сегодня, чтобы рассказать про несколько. То есть их больше, да. Да, давайте. А вот вы рассказываете, но с таким посылом, контекстом, как будто нормальных людей нет. У всех своих... Нет, нормальных людей нет здесь. Нет, они пришли с работы домой. А в хорошем время? Ну, а, а... У нас просто позже все правы. А, просто все, так тоже не работают. Тогда да. Почему? Реально, на самом деле, сейчас понятие нормы в диагностических критериях следующее. Помимо всего перечисленного, должно быть фактор адаптации. Если вы адаптированы в обществе, можете приходить на работу, получать зарплату и составлять с людьми отношения, вы нормальны. Это по всем признанным сейчас диагностическим руководствам. Поэтому я шучу, что мы ненормальны. Мы все здесь нормальны, потому что мы можем находиться сейчас здесь и не представляем друг для друга открытые угрозы. Но есть континуум. Мы, какие-то части нашего характера приобретают слишком сильный акцент, акцентуируются. И они могут либо в определенных сферах жизни акцентуироваться, либо с возрастом, либо со стрессом. И это приводит, если правильно такого человека применить на проекте, это может привести к очень хорошим результатам. Если он будет занимать не свое место, если вы из стероида посадите вычитывать документы, а эпилептоиду скажете, иди, шизоиду скажете, иди, выступай на конференции, представляй нашу компанию, то все пойдет не так. И компания будет неэффективной. Вот в этом мой посыл. Вот. Под кого хочешь всего косят? Под кого косят? Ну, вы из компании или тот же Эканин Вестник тоже не знают. Правда, это неполядочный. Скорее всего, правда, потому что любые люди, у которых могут быть очень сильные произведения и потом откат в депрессию или в какое-то, ну, не писательство и не делание, это, скорее всего, биполярное. Но это может быть либо циклоидное, либо вот очень сильно выраженное. И, кстати, насчет вот этой фразы его, про то, что я, это дар Бога, я хочу про это важную вещь сказать, что... Ой, извините. Суперсила. Суперсила. Важную вещь сказать, что это он, ну, ради красного словца, на самом деле, если вы в себе чувствуете, что это сильно вас допекает, я слышала уже очень много рассказов про то, что почему я вовремя не пришел к врачу, и он мне просто не дал нормальных таблеток, чтобы скомпенсировать депрессию. Потому что во время вот этой вот депрессии бывают... Это не просто скучно, шоколада хочется, это депрессия, которая грозит жизни, ну, грозит смертью. Поэтому в этих случаях, если вы чувствуете, что у вашего друга или у вас бывает настолько, сильные всплески мании, когда вы все можете делать, и потом сильнейшая депрессия, когда вы ничего не можете делать, и вы даже не хотите жить, лучше пойти и скомпенсировать это современными медикаментами, которые сделают из вас нормального адаптивного человека. Это как можно жить? к психотерапевту. К психотерапевту. И, кстати, пару лет назад я говорила, не надо, не надо медикаменты, не надо на это, подсядешь, никогда не слезешь, но сейчас мне встречаются рассказы взрослых людей, врачей, и не только врачи, которые говорят, что я жил несчастной жизнью, это угрожало мне смертью, пока я все-таки не пришел к врачу. То есть лучше все-таки прийти к врачу. Да? На самом деле, это 39 лет, то, что он там не обследовался, но если, вот вы знаете, как он вообще начал историю нахотерах и все такое, он попал в автомобильную аварию, в которой чуть-чуть не он, и пока лежал в больнице, ну там, придумал альбом, потом вырос, выписался, и записал главный депутат. Ну это же может быть историк, ну просто. Ну, история бронда. Это не реальный историк, потому что там он реально по барею попал, и у него там была травма челюсти, и там был прикол в том, что он вот с этой травмированной челюстью я это почитал. И вот получается, что это суперсил. Ну и он во всех интервью рассказывал, что это на самом деле, ну я этому всему благодарен, потому что это позволило мне об этом читать, и вообще вот я всю жизнь все трагедии превращает в треугольник. Понимаете как? Мы слышим интервью циклоидов на этапе мани. Мы не знаем, о чем он говорит на этапе депрессии, каким он считает себя ничтожеством, и как все плохо в его жизни. И получается, что к врачам они идут обычно на этапе депрессии, а миру они видны на этапе мани. Нам кажется, у человека вообще шикарная жизнь, у него все хорошо. И мы не видим вторую сторону. И то, что он презентует в прессе, мы же не, ну это не полностью, не вся картина болезни. Но я, Бен Стиллер совсем недавно сказал, что у него бар, потом сказал, что он пошутил. И так не... И все говорят, что это тоже симптом бар, что он так меняет показания. То есть, есть несколько звезд, которые потом забирали назад. У Мэла Гибсона, сейчас я вспомню, по-моему, Милый Кунис, то есть, очень известных людей, и вот Мал Гибсон уже снять апокалипсис, такой шикарный фильм. И потом опять уйти в депрессию. Это, ну, тоже проявление таких людей. Ну, просто очевидно, что это модно и прикольно и не такой карасил, и раньше. Дислексия тоже еще прикольная. И, ну, просто было интересно, кто-то, кто-то там, даже и циклоидов, и кто-то там еще косил чаще. Мне кажется, что когда идет об этом молва, начинает косить. Пока что... Пока что, мне кажется, это еще модно. Вот я еще пару раз выступлю, станет модным, будем косить. Спасибо большое. Спасибо большое.